Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Ибрайчева. И сразу озвучу тему, которую обсуждаем сегодня. Дорожно-транспортное происшествие и защита прав при ДТП. У меня в гостях Леонид Челяпов, адвокат Центральной коллегии адвокатов города Москвы. Леонид, доброе утро. Доброе утро. Ну и сразу телефон озвучу в студии, потому что мы находимся в прямом эфире. 65 10 99 6, код Москвы 495. Можно позвонить и задать ваш вопрос. Можно также на сайт финам.фм, на страничке программы «Формула права». Опять же вопрос, либо ваш комментарий. Леонид, ну вот скажите, пожалуйста, административное, гражданское, уголовное право, все это взаимосвязано и все это может проявляться при ДТП. С чем вам больше приходится работать? Я вообще специалист по ведению дел особой сложности, значит уголовных дел, главным образом. Но в той или иной ситуации, в тех или иных формах приходится сталкиваться, конечно, с административными, с гражданскими правоотношениями, поскольку и просто обращаются ко мне, поскольку я занимаюсь уже много лет этой проблематикой. В этой связи, соответственно, я должен быть в курсе того, что происходит в области административного и гражданского законодательства в том числе. Наверное, есть смысл начать с административного права, поскольку это часто бывает трамплином к уголовным делам. И гражданским тоже, я хочу сказать. Ну, безусловно. То, что связано с возмещением ущерба и тому подобное. Но все-таки, насколько я понимаю, жизнь человека должна протекать вне стен изоляторов. Поэтому я так понимаю, что эта тема беспокоит большее количество людей, большее количество людей, чтобы не попасть в то русло, который в конечном итоге из обычного, может быть, тревиального ДТП ведет в конечном итоге к уголовным делам. Леонид, я вас перебью и перебью совершенно по причине не нашей беседы, а все-таки немножко технической. Потому что, чтобы наши слушатели лучше слышали, я уверена, что вам есть много чего интересного рассказать. Именно поэтому сегодня в студии чуть-чуть попросите микрофончик. Безусловно. И давайте продолжим тему, потому что объясню, почему. Собственно говоря, свое немножко видение скажу, пока вы справляетесь с техническим вопросом. Уже. Дело в том, что очень часто постановление по делу об административном правонарушении, там может быть штраф 100 рублей, например. Но оно используется в том числе, вот я скажу про гражданскую, скажем, составляющую, когда взыскивается ущерб. Далеко не у всех существует каска и далеко не все покрывает ОСАГО. Очень часто это постановление, с которым, может, не хотел спорить, потому что 100 рублей проще заплатить, чем бегать в суды и оспаривать это постановление, используется в дальнейшем в качестве доказательства виновности человека. Конечно, если человек признан виновным в административном порядке, это не лишает, кстати, для наших слушателей, сразу подчеркну и скажу это, что это не лишает их возможности оспаривать все-таки свою виновность в гражданском процессе. Но не все это, во-первых, знают, во-вторых, далеко не все ответственно относятся к судам. И к тому, что туда нужно приходить и свои права вообще-то отстаивать для начала. И очень часто даже на моей практике происходит, когда люди достаточно халатно отнеслись к судебному процессу, потом выяснилось, что взыскана сумма там в два раза больше, чем ущерб. Мы все знаем, как оценщики работают. Кто заплатил, тому и хорошо оценили. Рейтинг недоверия наших сограждан к организациям различным. На первом месте знаете кто? Страховые организации. По рейтингу недоверия. Потому что мы все застрахованы, обязательно медицинская страховка у нас у всех есть. И, соответственно, все, кто владеет автомобилем или кто управляет автомобилем, они все, опять же, застрахованы ОСАГО. Почему, интересно, недоверие? Но это отдельный вопрос, я могу предположить. Я потом расскажу как-нибудь. Тем не менее, Леонид, ну вот смотрите, я говорю про гражданское, вы говорите про уголовное. Мы все сходимся к тому, что начинается очень часто, не всегда, но с административного. Я хотела нашим слушателям первым делом сказать, когда начинается административного, когда сразу начинается уголовное. То есть не любое ДТП и даже не любые телесные повреждения, которые возникли у человека, ведут к возбуждению именно уголовного дела. Давайте в качестве экскурсия. Давайте, давайте. Значит, мы должны с вами привести определенную черту, или рубикон, или границу, которая отделяет административное производство от уголовного. Значит, вот этим рубиконом является степень тяжести телесных повреждений, которые получены потерпевшей стороной. Значит, вот критерием для возбуждения уголовного дела, это в соответствии с судебно-медицинской экспертизой, полученные потерпевшим вред средней тяжести. Не ниже. Нет, средней тяжести, простите, я немножко погрячился. Тяжкий вред здоровью. Средний – это еще административка. А вот тяжкий вред здоровью, то есть 264-я статья, часть первая. Причинение тяжких телесных повреждений. Что это такое? В двух словах буквально. Значит, тяжкие телесные повреждения в соответствии с правилами определения степени тяжести телесных повреждений, существующих и утвержденных Минздравом еще в своем СССР, и они так повторяются, в позапрошлом году была новая редакция принята этих правил, вред определяется как опасный для жизни в момент причинения. Вот если телесные повреждения опасны для жизни в момент причинения, либо, второй критерий, они принесли неизгладимый вред внешности человека, либо утрату органа какого-нибудь, или функции этого органа. Вот в этом случае, соответственно, должно или может возбуждаться уголовное дело по статье, которую я сказал, 264-я, часть первая. Если погибает человек, соответственно, то это уже 264-я, часть треть, ну и так далее. То есть до 6-й включительно. Там еще алкогольное опьянение. До 6-й включительно, это вот как раз то, что связано, не так давно было введено в законодательство, и то, что связано с алкоголизацией водителей. Вот как раз, наверное, все знают, вот о ДТП, которое произошло в прошлом году на Минской улице, водитель в том числе мог получить до 9 лет лишения свободы. Вот такая норма сейчас введена по 6-й части 264-й статьи. Вот этот Рубикон. Значит, то, что относится к причинению вреда незначительного, легкого вреда здоровью или вреда средней тяжести, по этому критерию возбуждается административное расследование. Раньше это называлось дознание, сейчас это называется административное расследование. И сотрудники государственной инспекции, которые сейчас вот называются, отдел непосредственно ведущий расследование вот этой категории дел, называется инспекция по исполнению административного законодательства. Вот так. Вот как раз инспекторы вот этой самой инспекции и занимаются, или отделами этой инспекции занимаются расследованием вот этих самых дел административных. Значит, какая санкция самая страшная может быть? Ведь все равно в любом случае, если приходит инспектор к выводу о виновности водителя, то дело, как правило, направляется в суд, который подведен мировому судье. И вот мировые судьи рассматривают такие дела, принимают уже конкретные решения. Но это связано с решением прав, я подчеркиваю. А то, что вы говорили в отношении уже всяких гражданских правоотношений, это уже другая немножко тема, но тут тоже вытекающая из-за того же самого административного расследования. Ну вот смотрите, Леонид, очень часто на месте ДТП человек, если кто-либо из участников, потерпевший, условно пока назовем потерпевшим, потому что может и виновник получить телесные повреждения, тем не менее причиняются некие телесные повреждения. Мы сейчас такой сразу тяжелый вид аварии взяли. Но еще неизвестно, какой это вред будет здоровью. Во-первых, иногда бывает, что люди погибают позднее в больнице. Ну и теоретически в любом случае нужно обладать специальными медицинскими знаниями. И уж точно не человек-водитель любой профессии, не медик может определить тяжкий, средний, небольшой тяжесть. Но мы только, наверное, ушиб можем отличить от чего-то более серьезного. Хотя по секрету большому могу сказать, что каждый человек примерно может определить, потому что в интернете сейчас все есть, в том числе и правила, о которых я сказал. Не, но я здесь, знаете, почему я не соглашусь? Вот мы нашим слушателям сегодня должны дать некое руководство к действию, в общем, полезную информацию, потому что водитель должен, во-первых, прочитать правила, допустим, вот эти. Любой из нас, являясь потребителем, должен прочитать закон о защите прав потребителей. Далее мы идем в больницу, желательно выучить медицинскую специальность тоже. Потом мы идем в суд и хотелось бы стать юристами. Это невозможно. Да, в любом случае. Нет, конечно. Изучать, соответственно, какую-то область знаний невозможно. Поэтому нужно обладать, на мой взгляд, некоторыми азами для того, чтобы, во-первых, на том же самом месте дорожно-транспортного происшествия не совершить критических ошибок. Вот давайте сейчас исходить из того, что мы не знаем, какое это будет у нас дело административное. Так что это выльется. Да, или уголовное. Или, второй момент, мы просто не видим ни у кого телесных повреждений, дай бог, чтобы больше. Пока, пока. Из общего числа аварий, да, меньше людей страдало. Но, тем не менее, вот что нужно, что не нужно делать, какие-то рекомендации людям, которые все-таки попали в ДТП? Давайте, знаете, начнем с самой, наверное, противной, самой примитивной и простой ситуацией, которая возникает буквально ежечасно на дорогах по окровению Москвы, но я предполагаю, что и России тоже. Когда происходит незначительный даже контакт транспортных средств. То, что называется царапина, да, царапина. Вот многие к этой вот царапине относятся очень легкомысленно. Многие просто уезжают. Вот после того, как машины притерлись, как говорят, знаете, притерлись в пробках и так далее. Просто некоторые, кто-то остается, а кто-то уезжает. А кто-то остановился, переговорил, решили, что ничего, и разъехались. А потом один едет в ГАИ, а второй домой. И через какое-то время его вызывают в ГИБДД и говорят, дружочек, ты оставил место происшествия. Стопроцентное лишение прав, стопроцентное безвариантное лишение прав. Приведу пример очень интересный, на мой взгляд, даже как практикующего адвоката. Я вот таким никогда не сталкивался. Какой кратенький, у нас прям до новостей 20 секунд. Да давайте-то после новостей, потому что пример он не такой коротенький, но очень интересный. Пока просто скажу, что обязательно, обязательно, в обязательном порядке нужно оставаться. Даже если была небольшая притертость, небольшая царапинка, я понимаю, что противно, время, не хочется тратить на общение с сотрудниками, да и так далее, но... Леонид, мы с нашими слушателями выслушаем новость, вернем свой сердце. Итак, мы продолжаем обсуждать тему защиты прав при ДТП. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать ваш вопрос или комментарий, рассказать историю. Также можно вопрос, комментарий, историю рассказать нам в печатном виде на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Но у меня в студии Леонид Челяпов, адвокат Центральной коллегии адвокатов города Москвы. И мы обсуждаем сегодня вот эту тему в прямом эфире. Леонид, вы хотели еще до новостей рассказать нам некий пример. А изначально мы говорили о том, что никогда не покидайте место ДТП, даже если повреждения крайне-крайне малозначительные. Или вам кажется, что оно малозначительное. Или кажется, да. Вот ситуация, которую я обещала, действительно очень интересная. Она, как ни странно, жизненная и очень поучительная. Девушка молодая в 10 часов утра выезжала из спортивного клуба, из фитнес-центра в одном из престижных районов Москвы. 320-й Мерседес, новый практически. Она разворачивалась и очень нежно, я бы сказала, коснулась даже не шлагбаума, а вот той опорной планочки, на которой опускается шлагбаум, который охранник должен поднимать. Контакт был настолько незначительный, что, выйдя из машины, она практически ничего не обнаружила. Ну, маленькая, даже не царапинка, контактик был. Охранник, боец при этом шлагбауме подошел, сказал, ну, голубушка, ты попала, ты вот весь шлагбаум мне чуть не снесла. Значит, 300 долларов, и мы с тобой расходимся. Либо я буду вызывать ГИБДД. Девушка перепугалась, как иногда бывает, не все такие девушки бывают, жесткие, да? Девушка перепугалась и стала звонить мужу. А муж у нее сотрудник юридической службы одного из ведущих банков. Молодой человек, видимо, хорошо учившийся, он решил заработать на этом, как ни странно, и говорит своей супруге, вызывай-ка, голубушка, ГИБДД, мы еще получим страховку. И девушка вызывает ГИБДД. Время 10 часов 30 минут, подчеркиваю. А приняли вызов. В 2 часа никто не приехал. В 4 часа никто не приехал. Девушка сидит, ждет. Меняется, боец уже на шлагбауме. Приходит другой. В 6 часов ей надо забирать ребенка из детского садика. Она оставляет визитную карточку и говорит, я живу в 10 минутах езды. Вот когда приедут сотрудники, позвони, я тут же мигом прилечу. Человек берет эту карточку, уезжает девушка половина седьмого вечера. Значит, сотрудники ГИБДД приехали в половину первого следующего дня. С момента вызова прошло 29 часов. Жуть какая. Девушку лишили прав за оставление места происшествия. Она ко мне обратилась. Когда пришла она и ее супруг, я не поверил. Вот просто не поверил. Я тоже не сталкивалась. Не поверил. Причем она в суде пыталась рассказывать, что она должна была ехать за ребенком. Судья сказал, оставила, оставила, сидела бы голубушка, коли вызвала. Значит, дело было обжаловано в городской суд. Городской суд оставил в силе. Президиум городского суда оставил в силе. И вы не поверите, Верховный суд тоже оставил в силе. Указав, что факт оставления места происшествия имел место. Значит, либо вообще не вызывала бы ты, но коли же вызвала, сидела бы ты тут 29 часов. Как сидела, никого не интересует. Вот конкретный пример. Это пример из жизни непридуманной и выдуманной. Поэтому, если возникают какие-либо даже намеки на это, она, кстати говоря, я подчеркиваю, общалась со шлагбаумом, она ничего не повредила. То есть, вообще, когда я обжал это дело, я ставил вопрос о том, что не было ДТП как такового. Потому что под определение ДТП эта ситуация не попадала вообще. Если вы откроете правила дорожного движения и посмотрите, что такое ДТП, то должен быть причиненный вред кому-то. Вред не был причинен никому, потому что вреда не было. Шлагбаум остался на месте благополучно, машина не пострадала, то есть, не было предмета вообще на самом деле, предмета вот этого рассмотрения. Но, тем не менее, причем я подчеркиваю, а если еще и предмет есть к тому же, если контакт был вот не с кем-то, не со шлагбаумом, предположим, или там с коляской какой-то, на которой продукты вывозят, а если это был контакт двух автомобилей, и один из водителей уезжает, я, кстати говоря, хочу обратить ваше внимание, что часто, кстати говоря, частый случай, когда в Москве так зарабатывают деньги. Я сейчас вот перебью вас, Леонид, у меня просто тоже на эту тему своя история, которая сейчас, кстати, развивается, ну, не своя личная, естественно. Я понимаю, я понимаю. Тем не менее, история такова, что на дороге две машины, ну, в пробке как-то, в общем, кто-то кому-то уступил, не уступил, видимо, остались друг друга недовольны. Назвали друг друга нехорошими словами через закрытое окно и разъехались, собственно говоря. Без биты обошлось. Без всего просто разъехались. Через три дня одной из участниц, соответственно, вот этой вот словесной перепалки, не более того, даже не повреждений, это ничего на автомобиле, звонят по телефону, поступает звонок и приглашают ее в ГИБДД. А у того царапины, там откуда-то когда-то взявшись, я еще раз говорю, что сейчас разбирательство происходит, а он заявил, что было ДТП между ними, что она уехала, вот просто из-за чувства вредности, да, личной неприязни, как это говорят юристы и так далее, да. И вот сейчас идет разбирательство, там много доказательств, удалось найти там и камеры, которые вокруг стояли, и видеорегистратор предоставлен, которым нет аварии. Но, тем не менее, сам факт, да, вот такие ситуации тоже бывают, и более того, далеко не всегда эти ситуации обрастают большим количеством доказательств. Я напомню, телефон студии 651099,6 код Москва-495, можно позвонить, задать нам вопрос, рассказать ситуацию, но у нас на связи Виктор, слушаем вас, Виктор, добрый день. Добрый день, вопрос такой, как быть водителем городского транспорта по отношению к частным транспортным средствам, которые откровенно нарушают правила, допустим, паркуются практически на остановке, а ему надо подъехать на ту же самую остановку. Виктор, я сейчас, на самом деле, вопрос у вас серьезный, но я себе представила, что у вас есть два варианта, либо как-то объехать, либо прям в нее въехать, в эту машину, мне кажется, второй все-таки незаконный. Зато эффективный и весьма, кажется, провоцирующий на соблюдение правил остальными. Еще третий есть, сейчас скажу, какой есть выход. Ну, скажите сразу, Леонид. Третий есть. Не так давно было принято постановление Верховного суда Российской Федерации по конкретному делу, подчеркиваю. Здесь два хозяйствующих субъекта в одном из городов России, которые были владельцами такси маршрутных. Вот один владелец решил другого наказать, то есть клиентов отбить, и поставили автобус ровно перед выездом из парка второго. Значит, метался, видимо, ответственность за выезд автомашин, никак не мог решить, пытались вызывать ГАИ, приехали ГАИ, ничего не стали делать. В общем, он взял тягач и оттащил эту машину, которая перекрывала выезд из парка. Значит, возбудили в отношении человека уголовное дело за угон и осудили. Это вообще фантастика. Фантастика. Но самое-то главное не в этом, а в том, чем закончилось. Верховный суд, до которого дошли в конечном итоге адвокаты этого педалаги, которого осудили, Верховный суд указал, что в данном случае нет предмета. Нет предмета фактически угона, нет угона в данном случае. Верховный суд фактически разрешил перемещение транспортного средства без цели угона вот в таких конкретных ситуациях. Понимаете? То есть в данном случае это неправомерное действие было одной группы людей, ну, конкретный человек, да, который перекрыл выезд. Это точно так же относится к парковке в данном случае. То есть перемещение с помощью чего-то не является, я на всякий случай говорю, потому что действительно были президенты, когда людей за угон пытались осудить. Леонид, ну я представляю себе Виктора, который является водителем общественного транспорта. Он же не будет выходить каждый раз и кого-то перемещать. Но у меня в голове вот другой момент, Виктор. На самом деле, если у вас есть в вашем транспортном средстве видеорегистратор, допустим, да, почему бы не отправлять эти записи, на которых видны номера в органы ГИБДД, пусть они сами применяют меры ответственности к тем, кто таким образом загораживает вам подъезд к остановке. Как реагируют органы ГИБДД, только что ваш гость рассказал. Да, 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 к сожалению, это правда, это правда. Но, вы знаете, я, кстати, хочу сказать такой момент, что, во-первых, далеко не всегда у меня есть прецедент положительный. Более того, у нас же по как раз административному кодексу, если у нас существует презумпция невиновности в уголовном, точнее, в административном, естественно, кодексе, но в административном есть исключение именно с точки зрения автомобиля, в котором указано, что если правонарушение зафиксировано на средства видеофиксации, то уже действует, наоборот, презумпция виновности. То есть, если существует такое, как бы, обращение с вашей стороны, подкрепленное видеозаписью, на которой здесь начетливо видно номера автомобиля, то в данной ситуации уже тот человек должен будет доказывать. И мне кажется, что и для ДПС это достаточно хорошие административные дела. Вопрос технический. Если вот автобус, оснащенный регистратором, заденет стоящую прямо на остановке какую-то машину, может ли он ехать по маршруту дальше, или ему придется ждать ГИБДД, вызывать аварии? Ждать ГИБДД, конечно, иначе будет оставление места происшествия. Это явно недостаток физический, как говорится. Виктор, я прошу прощения, вас перебью, но все-таки я сторонник, может, я не знаю, пацифист, ну меня можно назвать, наверное, я все-таки сторонник того, что нам не нужно давить, если нам кто-то мешает, да, давайте вот в этом плане как-то более лояльно. Это мешает, это не водителю, это мешает даже создание пробок. Я понимаю, но дело не в этом, дело в другом. На остановке стоит машина. Юноша, девушка вышли в магазин, который стоит прямо напротив остановки, и автобус вынужден вставать в леви машины. И за ним сразу же пробка. Я никоим образом не пытаюсь сейчас обелить тех людей, которые ставят так автомобили. Я не говорю, что они молодцы, а вы хотите вот взять и стукнуть ее машину. Это не в моей личной практике. Ну давайте. В 85-й год я после армии работал на городском автобусе. А да, машин меньше было. Крымский поселок. Летом, как обычно, в нем движения никакого, машин мало, летом все забито. И вот на остановках прямо паркуются, паркуются. И когда все это надоело, я разогнал Лиас. Ой, мне страшно уже, Виктор, мне страшно. Поставил его на остановке, он стрял там в трех метрах, как говорится, от самой остановки. Я встал, припаркалывался сразу, ну так что, ему всего лишь снял клык. С новенькой шестерки. То есть ни царапины, но и в принципе у меня пограничные, как говорится, навыки. Пождение. Я вышел, спросил, претензии есть у кого-нибудь? Человечки есть? Ну, этот вопрос подкреплялся в руках. Виктор, спасибо вам большое, я объясню, почему. Дело в том, что я вообще кардинально не сторонник того, чтобы решать какие-то вопросы, связанные с парковками, с ДТП, с тяжелыми предметами в руках. Я сейчас, буквально у нас одна минута до новостей, у нас два слушателя, я попрошу их подождать, если у них такая возможность есть, и в следующей части уже рассказать их истории или задать вопрос. Но, тем не менее, история кратко звучит следующим образом. Столкнулись два автомобиля. Времена, когда еще не было никаких Каско и ОСАГО, собственно говоря, тоже. Один въехал зад другому, не сильная авария, но из того автомобиля, который был виноват, выходит мужичок и видит двух, одетых в черные кожаные куртки, людей, молодых, которые выходят, соответственно, из первого автомобиля, понимают их недобрые намерения. У него был пугач в виде одного из известных маркового пистолета. Собственно, он начинает доставать этот пугач и получает пулю в голову, потому что там обученные люди, которые служили в соответствующих горячих точках. И, собственно говоря, понятно, что идет дальнейшее разбирательство, и уже не важно, как оно заканчивается. Все вот эти вот вещи, я считаю, что их вообще даже провоцировать нельзя, но я искренне надеюсь, что мы сегодня все-таки с другой стороны обсудим. Обсудим вопросы ДТП, потому что есть гражданское, есть уголовное. Давайте по закону. Две минуты мы сейчас все вместе выслушаем новости, и сразу после этого вернемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему, связанную с защитой прав при ДТП. Леонид Челябов, адвокат Центральной коллегии адвокатов города Москвы, и мой коллега сегодня в студии. Мы обсуждаем этот вопрос. Мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 6510996, код Москвы 495. Можно позвонить. И также написать ваш вопрос в комментарии на сайт финан.фм, на страничку программы «Формула права». Я знаю, вот, Леонид, вы мне в перерыве, когда мы слушали новости, сказали, что у вас есть кратенько, буквально история на тему видеофиксации. Это даже не видеофиксация, это просто фиксация. Просто фиксация. Это полтора года назад было в Москве. Одна девушка на не самом дешевом автомобиле Porsche Cayenne оставила его просто на проезжей части дороги, причем на трамвайных путях к тому же. И вы представляете, было заблокировано не только передвижение обычного трамвая, но и городского в том числе. То есть трамвая выстроилась безумная очередь, потому что девушка просто куда-то ушла. В конечном итоге было зафиксировано расположение транспортного средства. И к ней был предъявлен гражданский, совершенно справедливо, депо трамвайном. И с нее взыскали сумму утраченной выгоды, то есть недополученные прибыли от простаивания трамваев. Причем их много там было. И сумма была очень приличная, в районе 2,5 миллионов, по-моему. Вот я думаю, больше девушка оставлять не будет. Дорогая парковка у нее получилась. Дорогая парковка получилась. Но в принципе сейчас как раз вопрос парковки на особом контроле находится у городских властей, как вы знаете, в общем-то. Поэтому я думаю, что нужно просто вызывать сотрудники БДД, в конечном итоге сейчас приедут. Вот сейчас приедут, потому что штрафы очень большие за неправильную парковку. Просто делают даже звонки на вопрос наших слушателей. Как раз отвечая на вопрос слушателей. Конечно, я рассказывал о каком-то городе, все-таки это не Москва. А в Москве-то, по крайней мере, в больших городах, сотрудники БДД быстро сейчас реагируют на такие вызовы. По возможности, с учетом пробок, конечно, московских. Но тем не менее, этот вариант решения проблемы, я думаю, неплохой. Итак, 6510-99-6, код Москвы-495. Финам.фм также страничка программы «Формулы права». Ну а, собственно говоря, у нас звонок есть. Андрей на линии. Слушаем вас, Андрей. Алло, здравствуйте. Да, слушаем. Скажите, пожалуйста, в процессе прослушивания передачи возник вопрос. Вот вы очень настойчиво советуете не оставлять место происшествия, даже вот при крайне несущественных повреждениях, допустим, притертостях и так далее. Но, с другой стороны, вроде как же у нас существует право на месте обоим водителям, и даже бланки, по-моему, страховой компании выдают, для обоюдной фиксации. И наверняка, если вот я сейчас хочу... Тогда нужно на пост ехать. Да, Андрей, нет, вы правильно говорите. Я сейчас понял ваш... На самом деле, поймите меня правильно, да, вы сейчас провоцируете всех, и это на самом деле бич в Москве, когда вот с двумя царапинами люди раскорячиваются, например, на два ряда из трех, и по три-четыре часа ждут ГИПДД. Я бы хотел вот, в принципе, у вас предварительно речь, вот вы не очень, мне кажется, разумны сейчас. Андрей, а я вам расскажу случай из практики, на секунду буквально. Безальтернативные, безальтернативные вот такие вот пожелания. Вот смотрите. Альтернативные пожелания, вот вернуться к праву, да, переместиться, поехать на пост, там зафиксировать, есть опять видеофиксация, есть телефоны, наверняка вы, как юристы, можете посоветовать какие-нибудь расписки взаимные дать. Это было бы правильнее, потому что вы сейчас весь город призываете, там, поцарапался, стой на съезде с моста и держи весь город вот в парализованном виде. Вот, Андрей, я только единственный случай расскажу, и объясню, почему я так не говорю, да, потому что первая заповедь адвоката в целом, не навреди. И в данной ситуации я вам могу рассказать случай реальный из практики, когда двое людей, нарисовав схему и подписав ее при небольшой царапине, подъехали к посту, где в отношении них обоих были составлены протоколы за оставление места ДТП. И это коллизия, на самом деле, законодательства, потому что страховое законодательство позволяет действительно таким образом зафиксировать, если в определенной сумме этот ущерб и прочее, а административно этого не содержит. Может быть, меня сейчас Леонид поправит. Абсолютно, вы правы, Анастасия. Более того, я вам скажу, что вот то, о чем сейчас говорил Андрей, действительно такая норма существует, и даже рекомендации ГИБДД существуют. Но этой норме никто не верит сейчас, потому и вызывают сотрудники ГИБДД. Потому что существует масса всевозможных подводных камней. Люди, предположим, во-первых, трудно договориться, потому что то, о чем вы сказали, это касается ущерба до 25 тысяч. Пока. Значит, определить ущерб вряд ли сможете, тем более дорогих автомобилей. Это во-первых. Во-вторых, всегда кто-то потом останется недоволен, посчитав, что он обмешорился просто, подписав какой-то документ. И потом все равно начинаются претензии, жалобы на оставление места происшествия и тому подобное. Поэтому-то перестраховываясь, я вовсе не призываю вас по любому случаю вызывать ГАИ, хотя я просто из практики, точно так же, как Анастасия совершенно правильно говорит, мы руководствуемся практикой и принципом адвокатов не навреди. Вот чтобы не навредить, к сожалению, к большому, к настоящему моменту, пока более, наверное, четко и более правильно вызывать сотрудников ГИБДД. Хотя я понимаю, что очень сложно в городской среде, тем более в Москве, в пробках и так далее, и действительно правильно говорить, стоящие машины. Но это, к сожалению, та жизнь. Пока мы ее с вами не можем исправить. Я одно могу сказать. Вот я в своей практике уезжала таким образом с места ДТП, потому что было у обеих машины каской, осагой, были минимальные повреждения одной детали. Мы взяли и разъехались. Но при этом я, как юрист и адвокат, все свои риски сама прекрасно понимаю. И, собственно, наша задача донести до слушателей, что это не означает, что нельзя уезжать. Можно составить документы. Но просто нужно знать четко свои риски. Потому что, к сожалению, я сталкивалась с той практикой, когда люди... Вот я банальный конкретный пример привела, когда двое участников приехали на пост и получили там... Абсолютно правильно. Правильно, абсолютно. Абсолютно правильно. Ну, смотрите, давайте немножко... У нас уже половина программ прошла, а мы все обсуждаем. В общем, одну тему, у нас их много. Учтем пожелания нашего слушателя, и тем более услышали все другие наши слушатели. Но обсудим дальнейший вопрос. Первое, вот мы говорили с вами о том, что на месте ДТП нужно делать или, наоборот, не нужно делать, чтобы не навредить себе же самому. Более того, кстати, из собственной практики опыта, и, к сожалению, того, что я вижу по своим клиентам, я понимаю, что люди очень часто находятся в шоковом состоянии, даже если особых нету больших повреждений автомобиля. А если физические есть повреждения, то люди иногда действительно находятся... У них мозг не работает в этот момент, но это потом очень сложно доказать, собственно говоря, что они что-то подписали, действительно не особо понимая, что они в этот момент делают. Что еще посоветуете, Леонид? Я прям по пунктам буду. Первое, после того, как происходит ДТП. Если человек способен, конечно, ему нужно постараться максимально выявить или установить очевидцев. То есть людей, которые могут подтвердить вот то, что произошло на самом деле. Потому что самая больная тема. Больная тема, она и в рамках уголовного судопроизводства, и, соответственно, в административном тоже. Потому что протокол осмотра места происшествия, схема к нему, к сожалению, по ряду объективных, субъективных причин, не буду называть какие, составляется из рук вон плохо. Дурно составляется. Поэтому, когда дела еще более-менее не очень сложные, это еще как-то терпимо. Но когда по уголовным делам со смертью людей, схема и протокол никуда не годятся, а потом возникают проблемы у следователей, для того, чтобы хоть как-то вот эту тему больную облегчить, обязательно очевидцы. И обязательно своя фиксация. Если есть фотоаппараты, они сейчас практически у всех, фотографируйте. Пусть это будет не очень умелая съемка, но тем не менее. Так называемая вечная обстановка места происшествия. Все, что лежит, валяется, разлито, следы и тому подобное. И, конечно, очевидцы. Очевидцы, это могут быть и водители проезжающие, и торговцы, которые стоят вдоль дорог частенько, и просто прохожие. Просто люди, которые не потом подошли постфактум, а которые видели... Момент видели. Момент сам... И что предшествовало. Это очень важно. Это первое. Это очень важно. Подчеркиваю, три раза одно и то же. Второе. Обязательно все те документы, которые составляются, вот в присутствии участников аварии, если это обоюдная какая-то авария, с участием нескольких транспортных средств, двух там и более, или даже одного человека, нужно обязательно заставить себя, именно заставить себя успокоиться и буквально пошагово смотреть, что замеряется и что записывается в протоколы, то есть в те первичные документы, которые составляются на месте происшествия. Это и к административному относится, к правонарушениям уголовным тоже. То есть все то, что потом будет подписываться вами, должно быть очень четко отслежено. То есть каждый параметр, каждая циферка, каждый след, который фиксируется, он должен быть 10 раз проверен. Я понимаю, что это может вызывать определенное недоверие к действию сотрудников. Здесь ничего страшного нет. Я думаю, вы никого не обидите, если перепроверите 10 раз. И самое главное, убедитесь, что правильно зафиксировано, потому что часто просто не фиксируют то, что должно быть зафиксировано. Я просто сразу хочу немножко дополнить, Леонид, для наших слушателей, особенно если речь идет даже не об административном деле и дальнейшей гражданской правовой ответственности, а если уж тем более кто-то пострадал, и мы еще не знаем, какой тяжести возможно, это будет уголовное дело, по схеме ДТП, как одному из доказательств и документов, в последующем может быть проведена автотехническая экспертиза. А по данным и результатам автотехнической экспертизы, ну, очень часто суды устанавливают виновные. Причем, я продолжу вашу мысль, я не открою тайну, наверное, если скажу, что, как правило, в материалах уголовного дела, как сам бывший следователь могу сказать, как правило, присутствуют две схемы. Одна, так называемая, черновая, которая составляется на коленках сотрудники БДД, корявенький такой листочек бумажки, но, как правило, он является более полным источником доказательств, чем потом красивая масштабированная схема. Кстати говоря, масштабированные схемы составляются далеко не всегда, даже если это миллиметровая бумага. Поэтому нужно подписывать и один, вот этот черновой вариант, и второй, потому что мне часто удается выявлять и играть на этом разночтение, которое в конечном итоге влияет на установление виновности, очень влияет. Вы правильно сказали, что одним из исходных данных предназначения экспертизы может быть схема в том числе, помимо других доказательств. И поэтому схема очень важна. Следите, смотрите, подписывайте, смотря, что вы подписываете. Читать нужно от и до. Это относится и к схеме, и к протоколу осмотра места происшествия, и к справке по ДТП, если вам дают ее подписывать, и к протоколу осмотра трупа, где тоже, может быть, ваша подпись забита, и к объяснениям, конечно. Значит, по поводу объяснений, которые у вас сотрудники БДД берут на место происшествия сразу. Если вы чувствуете свою неуверенность, если у вас какое-то состояние, ну, необычное, пограничное состояние с психикой, и у вас присутствуют руки, да, у вас нервозные, лучше отказаться от дачи объяснений, чем написать бог знает что. Вот это бог знает что, потом из уголовного дела никуда не денется. А вот так и будет. И потом вас будут спрашивать, подписал голубчик или там голубушка, вот что же ты тогда не читал. Поэтому читать все, подписывать только то, что соответствует действительности. А я вот еще по поводу объяснений нашим слушателям и всем своим клиентам вообще рекомендую, что если действительно какое-то тяжелое ДТП, я сейчас не говорю с телесными повреждениями или без таковых, но тем не менее с какими-то серьезными последствиями, я в принципе не советую на месте происшествия давать вообще. Даже если человек чувствует свою уверенность и правоту, я не советую давать никаких объяснений. Объясню почему. Потому что достаточно часто, ты заговорила уже краешком об автотехнической экспертизе, собственно для экспертов, а эти эксперты механизм столкновения иногда определяют, возможность избежать от столкновения своевременными и правильными действиями водителя и так далее. И там может быть важно полметра. Вот я, например, про свой глазомер точно знаю, что он у меня не очень хороший. То есть я могу там 5-10 метров, грубо говоря, перепутать. Так шучу, но с долей шутки. При этом для автотехника эксперта это может быть в одном... Критично. Критично, да. И может быть даже полметра в какой-то ситуации критично. Не так бывает. Поэтому очень часто просят указать, на каком расстоянии вы увидели там автомобили, пешеходы или еще что-то. И вы вроде начинаете смотреть, прикидывать, чувству свою уверенность, указываете некий метраж, потом выясняется, что вы указали 25 метров, а на самом деле там 15, допустим. И, собственно, это очень важно, потому что при 25 одна там виновность, или, например, 40 уже в другую сторону. Есть технические возможности, а при другом непонятно. Да, да. Поэтому в данной ситуации я, в принципе, не рекомендую, кроме тех ДТП, при которых, ну, вы видите, что последствия укладываются. Ну, во-первых, люди все живые, вроде внешне нормально себя чувствуют, хотя все бывает, да, как бы, но это уже у каждого человека своя ответственность перед самим собой. И, соответственно, все вкладывается в каско, осаго или в расширенную страховку. И потом объяснение лучше все-таки, прежде чем давать, лучше перед этим посоветоваться. Мало того, что успокоиться. Экспертам, автотехникам. Ну, достаточно адвокату грамотно. Вполне. Но на самом деле я хочу сказать, что эксперты, вот при том, что у меня в практике было много дел по ДТП, в том числе, по которым проводились и неоднократно автотехнические экспертизы, но я понимаю, что я собой никогда не подменю эксперта автотехника, потому что эти формулы, по которым они считают, что-то высчитывают, для меня это просто высший пилотаж. По секрету скажу, что я экспертизу пересчитываю сам обычно. А потом уже, если нужно в рамку уголовного дела заявлять ходатство, уже потом задаю вопрос конкретный. Поэтому мне легче. Вам, наверное, легче. Я просто сразу иду к эксперту с определенными вопросами. Тем не менее, обсуждаем сегодня ДТП, две минуты слушаем новости, и через две минуты возвращаемся в прямой эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему защиты прав при ДТП. 65 10 99 6, код Москвы 495. Это телефон студии. Мы находимся в прямом эфире. Также на сайте finam.fm, на страничку программы «Формулы права». Можно написать вашу историю, вопрос, рассказ. А мы с Леонидом Челяповым, адвокатом Центральной коллегии адвокатов города Москвы, эту тему сегодня обсуждаем. Леонид, ну вот что еще вы хотите сказать по поводу непосредственно ДТП и того, что происходит сразу? Я хотел бы обратить внимание на очень, не так может быть часто встречающий, но очень существенный момент. Это как раз фиксация следов на месте происшествия. Особенно это бывает в зимний период, вот в такие слякотные дни, когда не так быстро приезжает группа воезная на место происшествия. А следы быстро исчезают. А следы быстро исчезают. Поэтому я хотел бы просить всех во имя себя любия хотя бы попробовать эти следы сохранить. То есть чем-то накрыть даже, даже вот такой, потому что, во-первых, если это какая-то проезжая часть, какой-то улица или шоссе, следы просто закатывают проезжающие автомобили. Ну, хотя бы сфотографировать сразу. Сфотографировать не всегда достаточно, потому что фотографировать нужно с соблюдением масштаба и так далее. Поэтому лучше накрыть и лучше каким-то образом обозначить объезд этих вот следов. Особенно, подчеркиваю, это по тяжким происшествиям, это очень важно. Вот у меня не так давно, и сейчас, в общем-то, дело еще не закончено, я работаю по одному делу. Очень интересная была авария. Это была авария в начале текущего года с четырьмя погибшими в общей сложности. Автомобиль BMW X5 модели ехал в сторону области. Односторонний, фактически, одна колея, все остальное покрыто снегом, и точно такая же колея навстречу. Вот со встречной полосы в левое переднее колесо BMW врезался джип, который вылетел на большой скорости со встречной полосы. Наверное, машину занесло. У BMW отломилось переднее левое колесо, и машина улетела в кувет встречного направления движения. К счастью, водитель остался жив. Значит, от удара, а потом после этого вот этот джип, который вылетел, он начал собирать машину сзади, и в общей сложности там погибло четыре человека, еще тяжкие. В общем, кошмарная авария. В конечном итоге приехавшие сотрудники БДН, не сразу приехавшие, они осмотрели место происшествия, что-то зафиксировали, что им хотелось, но отделившиеся от джипа порог левый и левое переднее колесо, на котором были следы удара, они вообще не стали даже изымать. Хотя это существенное доказательство поднял, как вы понимаете, потому что следы удара первичного взаимодействия транспортных средств, и, как говорят эксперты, соударения транспортных средств, вот это колесо несло следы контакта первичного, по которым можно было определить механизм, по крайней мере, отделения колеса, первичного, да, и первичного контакта, потому что первое, что сказали приехавшие сотрудники, исследовали, что виноват водитель БМВ, самая дорогая машина, я так понимаю. И как он не бился, как он не просил, не требовал, и потом уже и письменно не требовал изъять, потому что уехали, забрали машину, а колесо так и осталось валяться в придорожной канаве. Ну, то есть не зафиксировали, в конечном итоге, зафиксировал колесо мы. То есть мы это колесо изъяли, мы отфотографировали, мы факт изъятия, зафиксировали письменно, с понятыми, как положено, привезли и подарили. И после этого была назначена экспертиза. А так неизвестно, чем бы закончилось это дело. Поэтому я обращаю внимание, что нужно бережно относиться к себе, потому что к себе в данном случае. Поэтому то, что можно, я не призываю там изымать что-то, естественно, но по крайней мере к приезду сотрудников ГИБДД обязательно, следователи, обязательно нужно постараться максимально сохранить вот ту первоначальную обстановку, которая была. И снимайте, фотографируйте как можно больше. Дополню буквально секундочку, у нас два звоночка на линии, времени уже немного осталось, но дополню следующим. Дело в том, что иногда один из участников ДТП, понимая механизм, естественно, понимая, что случилось, начинает менять обстановку, передвигать свой автомобиль или что-то еще такого рода делать. Поэтому вот подчеркну, что и самому тоже фиксировать, кроме сохранности самих следов, самому фиксировать тоже очень важно, если, конечно, состояние, в том числе здоровье в этот момент позволяет. 6510-99-6, код Московы-495, сайт finam.fm, страничка программы «Формула права», также можно написать ваш вопрос в комментарии, но мы слышим Андрея. Андрей, здравствуйте. Андрей, слушаем вас. Алло. Вот такая ситуация, въехал автомобиль, меня я виноват, автомобиль не успел остановиться, ехал на какой-то скорости и внезапно меня увидел, нажал на тормоз, не успел остановиться. Вроде как я виноват. Потом выяснилось, что этот человек ехал в городе 100 км в час. Вот при таком случае как распределяется вина и кто кому что должен? Можно, да, ответить? Кратенько, да, конечно. В двух словах. Хотя я не представляю, как на самом деле, потому что всегда, когда на секунду перепью, буквально, Леонид, всегда, когда речь идет о механизме ДТП, ну, первое, что даже мы берем листик бумаги, что-то рисуем, машинки берем, и вот с этими машинками для того, чтобы понять. Ну, так образно, я тоже более-менее поняла, что скажете Леонид. В двух словах. Во-первых, я, насколько понимаю, что в вас врезались. То есть не вы, а в вас. Это во-первых. Значит, поэтому сам механизм происшествия, конечно, должен быть установлен в рамках проведения исследований автотехнического. По поводу скорости. Должна быть причинная связь установлена между превышением скоростного режима и тем, что произошло. Если бы водитель, который в вас въехал при соблюдении скоростного режима, обозначенного, это может быть, если это в городе 60 км, может быть, какие-то знаки там есть. Если бы и при этом вот, при этом скоростном режиме произошло то, что произошло, это один вариант. Если эта причина связана с превышением скорости, это другой вариант. Поэтому вот эти вопросы, о которых я сказал, должны быть заданы эксперту автотехнику и ответить абсолютно четко. Что было бы и кто на самом деле виноват, уже будет устанавливать или дознаватель там, или следователь. Итак, 65 10 99 6 код Москва 495. Еще есть звоночки. Алексей, слушаем. Алексей, вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. У меня такая ситуация. Мы зимой попали в аварию с супругой. Она потерпевшей была признана. У нее были тяжкие телесные. И дело состоялось. Уголовное было дело. Мы на мировую потом вышли. И в самом постановлении суда было указано, что, ну, как судья объяснил, что без этого он не может закрыть дело, что материальный ущерб полностью выплачен. Вот. Обратившись в страховую, страховая нам отказала в выплате вот того минимального 120 тысяч ущерба по ОСАГО, сказав, что, ну что же, вот у вас материальный ущерб полностью возмещен, поэтому мы не видим возможности вам выплачивать. Как вы посоветовали? Я просто практику посмотрел судебную. Там действительно очень сложный вопрос. И я не нашел ответов пока на этот вопрос. Вот думаю, идти мне в суд или нет. И не могу понять, с какими доводами. Я вот сначала, Леонид, попрошу в ответ на ваш вопрос, Алексей, рассказать буквально совсем кратенько. У нас еще звоночек есть, пять минуточек осталось. В каких ситуациях может быть прекращено дело уголовное, да, потому что это неосторожное преступление. Единственное, что я от себя могу сказать, что, конечно, для того, чтобы оно было прекращено, там, насколько я помню, загладить нужно причиненный вред. И здесь надо десять раз думать, загладили ли перед вами вред и готовы ли вы прекратить это дело. Это обычно для потерпевших некий крючок или способ давления на тех, кто в настоящий момент является подсудимым или обвиняемым. Тем не менее, Леонид, вот расскажите слушателям, когда можно прекратить это дело, даже если человек виноват? Если даже человек виноват, и это проходит в рамках уголовного дела, мы с вами об уголовном деле говорим, да? Существует такое понятие, как примирение сторон. Это никакие не договоры и так далее. Это примирение сторон в соответствии с 76-й статьей Уголовного кодекса и 25-й статьей Процессуального кодекса. По делам небольшой тяжести, да, то есть не представляющей большой опасности общественной, может быть, дело прекращено судом. Причем, подчеркиваю, это право... Так оно и прекращено. Нет, одну секундочку. Нет, Алексей, мы вас услышали, мы просто для всех слушателей как бы обозначаем, что такое может быть. Да, в данном случае одним из условий прекращения дела является возмещение причиненного вреда. Это один из критериев, прямо в законе указано конкретно. Поэтому страховая организация в данном случае, она никакого отношения к возмещению вреда вот в рамках уголовного дела не имеет. У вас есть с ними договор, они вас должны были защищать как страховая организация. Это как-то ОСАГО. Да, ОСАГО здесь речь идет. У нас слушатели уже сейчас не на линии, но речь идет об ОСАГО-виновнике, если я правильно поняла. 120 тысяч, это оттуда, наверное, сумма. Это ОСАГО, правильно мы говорим, да? Потому что да. Правильно. Но в любом случае, возмещение в рамках уголовного дела и ОСАГО, это две разные разницы, как говорят в Одессе. Поэтому я считаю, что страховая организация нашла просто зацепочку очередную для того, чтобы просто вам не платить. Поэтому я думаю, претензии даже прежде всего написаны к ним и, наверное, в органы страхового надзора и потом в суд, как обычно. Но прежде чем идти в суд, все-таки претензии письменные обязательно я бы вам рекомендовал на направить к ним все-таки. Но, кстати, раз уж мы коснулись страховой компании, это касается в первую очередь даже и гражданских дел, потому что нередко мы судимся не с виновниками, а с их страховыми компаниями, которые по той или иной причине не выплачивают. А чаще всего они не выплачивают либо по смехотворным причинам, которые мне, по крайней мере, попадаются, либо очень сильно занижают. Кстати, смехотворным вот самая такая интересная причина, о которой уже много раз у меня встречалось, это то, что, по мнению наших специалистов, такой аварии быть не могло. Вот в органах ГИБДД оформленные схемы есть, но аварии быть не могло. У меня несколько случаев было таких, вот как вы сейчас рассказываете, и буквально, если есть, две минуточки расскажу. Две минуточки ровно. Ровно две минуточки. Один постоянно ко мне, уже много лет обращаясь к человеку, он, бедолага, попадает в разные неприятные ситуации. У него дорогостоящая автомашина у Олива, джип. И, как ни странно, этот джип постоянно раздевают, то фару выдерут. Оказалось, фары очень легко снимаются, и, в общем, постоянно снимают фары. Вот когда очередной раз у него выдрали фары, перед этим проникли в салон и, значит, пытались открыть капот, и поцарапали, кроме всего прочего, дорогую обивку кожаной машины и деревянные детали дорогие и так далее. Так вот, было заключение эксперта-криминалиста, страховой компании, я подчеркиваю, где было написано, что причинной связи вот с изъятием фары вот эти царапины не имеют. И поэтому они не стали оплачивать, хотя там была каска, полная стоимость, ремонт вот этих сидений и поврежденных деталей из красного дерева. Так вот, я познакомился с заключением эксперта. К счастью, так уж меня жизнь сложила, что я в свое время получал допуски экспертные на все виды экспертиз. И могу более-менее, так сказать, профессионально судить. Я написал претензию с указанием на то, какие вообще фактически методологические основы были нарушены экспертом. После этого выплатили, все, быстренько выплатили и постарались закрыть эту тему. Поэтому вот эти вот, как правило, заключения экспертные и так далее, которые представляются страховыми организациями, они весьма и весьма бывает неубедительны. Нужно бороться с этим и жаловаться, безусловно. Ну, я просто хочу сказать, что если вы говорите и общаетесь со своей страховой компанией, то здесь начинать надо с претензии. Конечно. Обязательно, если вы общаетесь с чужой страховой компанией и подали туда, соответственно, уже заявление, вам отказали, то здесь претензии не обязательно. На мой взгляд, если нет действительно такого весомого аргумента, который у вас, ввиду того, что вы обладаете знаниями, в том числе экспертными. Я просто хочу сказать, что по моей практике вот такие надуманные причины или совершенно фантастически сниженные размеры, когда из 500-600 тысяч 50 встало, например, у одного из моего клиентов. Ну, это совсем смешно, когда там полмашины нет, грубо говоря, и так далее. Вот все это, чаще всего, если есть основания, оно рушится в суде, и поэтому в данной ситуации я рекомендую нашим слушателям и непосредственно тому слушателю, который задал этот вопрос, обратиться в суд, по крайней мере, рассмотреть возможность обращения в суд. Но нашим слушателям я напоминаю, что программа «Формула права» выходит каждый четверг в прямом эфире с 11 до 12 часов. Сегодня в гостях был Леонид Челяпов, и мы прощаемся. До следующей встречи в следующий четверг. Удачи всем. Всего доброго.